Валентина Гризодубова – легенда советской и мировой авиации. В два года она впервые поднялась в небо вместе с отцом, в 14 самостоятельно взлетела на планере, а уже в 19 получила звание пилота. Валентина установила пять мировых рекордов по скорости, высоте и дальности полета. В СССР о легендарной летчице знал каждый школьник. Сейчас для многих ее судьба и подвиги – открытие. Я узнала про летчицу Гризодубову, про ее подвиги. Тебе было интересно? Да, было интересно, очень увлекательно было. Узнала очень много нового. Как представитель общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» считаю, что прежде всего важно сформировать ценностный иммунитет у молодежи нашего Отечества. И вот такие формы работы, как уроки мужества, диалоги поколений, исторические мастерские, позволят воспитать поколения ответственных, преданных родине граждан. Познакомились ребята истобольскими авиаторами, им есть что вспомнить. Пришел в Тюменское управление гражданской авиации, это было в 1967 году, в аэропорт Плеханово. Это я начинал там работать. Работал техником на Ми-4, потом переучился на Ми-6, на Ми-8 переучился. А в 1973 году, когда Тобольск получал вертолеты Ми-8, у них специалистов не было, я перевелся из Тюмени в Тобольск. Тобольская авиация только называлась Малой. В годы освоения Севера здесь была база по обслуживанию строительства трубопроводов, которые по сей день питают нефтью и газом не только нашу страну, но и Европу. Именно вертолетами удалось протянуть трассы через болото. В Тобольске объединенный авиатаряд я поступил на работу аж в 1976 году. Сначала я съезд на рядовым инженером, потом старшим инженером, ну и естественно дальше рост по служебной лестнице. В течение этого срока сначала я изучил самолет Ан-24, а потом изучал вертолеты, начиная с Ми-8 и кончая Ми-26. Все эти вертолеты у нас летают и у нас в стране, и за рубежом. Я считаю героями, и они производят какое-то впечатление, знаете, мужества, силы, бесстрашие, потому что эта профессия требует выдержки, силы, не только физической, но и моральной. Участники исторической мастерской примерили на себя еще одну роль авиаконструкторов. Завершением стал мастер-класс по изготовлению своего летательного аппарата. Светлана Галякова, Наталья Китова, Рустам Рузеев. Тобольское время.